Издательство Эксмо. Мэри Бёртон. Последний ход. Глава первая. Когда любовь сталкивается с предательством, не остаётся ничего, что может сдержать демонов. Сан-Антонио, штат Техас, воскресенье, 26 ноября, 035. Он следил за ней уже несколько недель. Смотрел, наблюдал, наслаждаясь погоней, охотой. Но он не был чудовищем, не был злым по натуре. Просто у него имелся чёткий проработанный план, наполнявший жизнь смыслом и порядком. Кое-кто сомневался в том, что ему хватит твёрдости характера, чтобы довести этот новый план до конца. Другие считали, что ему не хватит духа, упорства. Но он это сделал. Сделал, чёрт возьми. Он стоял в тени и следил за тем, как серебристый четырёхдверный седан свернул на заправку. Поднятые стёкла с трудом заглушали ревущую из динамиков запретную любовь. В такт которой покачивалась сидящая за рулём женщина, постукивая пальцем по рулевому колесу. Когда песня закончилась, женщина вышла из машины, подошла к колонке и вставила пистолет в бензобак. Сегодня вечером она выбрала чёрную расклешённую юбку, белую шёлковую блузку и сапожки на высоких каблуках. В ушах большие золотые кольца. Двенадцатидюймовое жемчужное ожерелье устроилось в ложбинке между пышными грудями. Браслеты на запястьях и, разумеется, обручальное кольцо с бриллиантом в пять карат. Словно почувствовав на себе его взгляд, она обвела взглядом заправку. Вытерла руки, затем схватила сумочку и направилась в магазин. Приветственно помахала мужчине за кассой. Она видела его уже не один раз. Его звали Томас. Он был хозяином этого заведения и лелеял большую мечту о расширении бизнеса. Женщина скрылась в туалете. Схватив свою сумку с соседнего сиденья угнанного фургона, он открыл дверь. Отключенная лампа под потолком не зажглась, оставив его укутанным в безопасную тень, даже несмотря на распахнутую настежь дверь. Чувствуя, как сперло дыхание, он бегом пересек стоянку. Присев на корточке перед задним колесом машины женщины, достал из сумки пестик для колки льда и, крепко стиснув деревянную рукоятку, засунул острый конец под борт покрышки и покачал пестиком из стороны в сторону. Когда он выдернул пестик, воздух с тихим свистом начал выходить из колеса. Женщина проедет еще пять, максимум десять миль, после чего колесо спустит и ей придется остановиться. В эту позднюю ночную пору несколько лишних миль по автостраде I-35 уведут ее еще дальше на юг, на уединенный пустынный участок, создав идеальную западню. Опьяненный восторженным ожиданием, он метнулся не обратно к своему фургону, а к мусорному баку, чтобы нырнуть в тень и наблюдать за тем, как женщина выйдет из туалета в яркий свет магазина. Она обновила помаду и поправила прическу. Задержавшись перед витриной с шоколадками, улыбнулась. Она никогда не покупала сладости, только черный кофе, однако сегодня купила пакетик конфет и прижала его к груди, словно нарушая давнишнее правило. Взяв стаканчик кофе на вынос, женщина пошутила с Томасом, расплачиваясь, и бросила несколько купер в банку для чаевых. Выйдя на улицу, женщина провела длинными пальцами по темным волосам. Звякнули золотые браслеты, сверкнувшие в свете фонарей на заправке. Повесив пистолет на колонку и закрутив крышку бензобака, она села в машину, завела двигатель и включила радио. Вместо того, чтобы, как обычно, выходь с заправки, вскрыла пакет и вытащила большую конфету. Под громкий ритм латиноамериканской музыки несколько минут просто сидела и ела. Наконец включила передачу и тронулась. Его привлекло в ней не плавное покачивание бедер и гордо вскинутая голова, не упругие ягодицы под черной юбкой, не выпуклости груди и обтянутые белой шелковой блузкой, и не изящная линия лодыжек. Все это было прекрасно, однако больше всего его возбуждало сознание того, что он ее убьет. При мысли о том, как он направляет пистолет ей в сердце, у него начал пульсировать затвердевший в эрекции члем. Он станет властелином последних минут ее жизни. Сознание собственной власти опьяняло. Мигнув тормозными сигналами, женщина свернула на съезд, ведущий на Ай-35 в южном направлении. Мужчина бросился к фургону и последовал за ней, не включая фары до тех пор, пока не оказался на шоссе. Стиснув рулевое колесо, он устремился следом за женщиной, следя за тем, чтобы оставаться на расстоянии в несколько машин. Ночь была не по сезону теплая, практически безлунная, и звезды светили ярко и отчетливо. Включив радио, он опустил стекло, наслаждаясь ветром в лицо. Три минуты езды. Движение по шоссе было редким, колесо пока что еще держало, но скоро машина женщины начнет терять скорость. Она покинет небольшую вереницу машин, и они останутся одни. Пять минут езды. Задние габаритные огни попутных машин унеслись к черному горизонту. Машина начала сбавлять скорость. Правое заднее колесо уже заметно спустило. Секунды шли. Он включил глушитель сотовой связи. Семь минут езды. Покрышка уже спустила до самого обода. Машина неуклюже завиляла из стороны в сторону. Замигал правый поворотник, и женщина свернула на обочину. Под колесами захрустел гравий. В воздух поднялась клубящаяся сухая техасская пыль. Мужчина остановился сзади и быстро погасил фары, увидев в зеркале заднего вида яркий свет. Он ждал. Мимо промчалась фура, и фургон качнулся в потоке набежавшего воздуха. На Ай-35 машины останавливаются достаточно часто, и это не привлекает внимания. И, тем не менее, нужно было поторопиться. Кто знает, кто может приехать сюда и как долго они пробудут одни. Нужно действовать быстро. Здесь небезопасно. Однако риск того, что его схватят, вызвал волну адреналина, разлившуюся по всему телу. С гулко колотящимся сердцем мужчина снова посмотрел в зеркало заднего вида и увидел только черную полосу шоссе. Убедившись в том, что все чисто, он включил крошечную видеокамеру, пришитую к куртке, и засунул смазанную беретту за пояс джинсов под куртку. Выйдя из фургона, направился к седану, хрустя сапогами по гравию. Сердце ускорило ритм. Во рту пересохло. Кончики пальцев покалывало, а грудь стиснула напряжение, какого он уже давно не испытывал. Мужчина медленно подошел к машине и постучал в стекло. Женщина вздрогнула. Он улыбнулся, сгоняя напряжение с лица. Встретившись с ним взглядом, женщина улыбнулась в ответ. Похоже, это будет гораздо интереснее, чем он ожидал. Игра началась. Глава вторая. Таблетки помогают переносить будничные тяготы. Детектив из отдела расследования убийств Тео Мазур остановился на обочине шоссе Ай-35 в 20 милях от Сан-Антонио рядом с микроавтобусом криминалистов и скоплением машин полиции и чрезвычайных служб округа Бексер. Машины с мигалками полностью перекрыли две полосы шоссе, ведущие на юг, и полицейский в форме направлял недовольных водителей в объезд по дороге, проходящей параллельно шоссе. Утреннее солнце заливало теплым светом бесконечные мили кустов, низких колючих деревьев и краснозема. Мазур выбрался из своего внедорожника, и тотчас же температура за 70 по Фаренгейту напомнила ему о том, как далеко он находится от своего дома. Ничего похожего на бодрящий морозец и запах снега. Никакого грохота поездов, городской железной дороги и клаксонов машин на забитых улицах Чикаго. Мазур перешел из управления полиции Чикаго в Сан-Антонио всего полгода назад. Смена обстановки до сих пор чувствовалась остро, и непривычная погода составляла только часть проблемы. То, что в Чикаго было на чистом автоматизме, ориентироваться на улицах, ужинать в любимом ресторане, проводить время с друзьями или, черт возьми, просто знать по именам всех патрульных, здесь уже не воспринималось как что-то само собой разумеющееся. Чтобы добраться до места преступления, обязательно требовался навигатор. Встреча с полицейским в форме становилась тренировкой памяти на имена. То, что в Чикаго получалось совершенно естественно, здесь требовало времени. Переехать на юг пришлось после того, как бывшая жена Мазура Шерри семь месяцев назад сказала, что вместе с их общей дочерью Алисой перебирается в Сан-Антонио. Два года назад их единственный сын Калеб умер в младенчестве. Мазуры считали мальчика подарком судьбы, полученным после многих лет бесплодия. Смерть Калеба опустошила обоих и окончательно разбила треснувший брак. После этого Мазур и Шерри, если не были вместе с Алисой, занимались каждой своим делом. Его произвели в капитаны. Шерри ушла из городской администрации в юридическую фирму, платившую жалования, измерявшиеся шестизначными цифрами. Достаточно, чтобы оплачивать обучение дочери в частной школе, а затем в колледже. Когда Шерри за несколько дней до подписания окончательного соглашения о разводе объявила о переезде, родственники, друзья и товарищи по работе ожидали, что Мазур останется в Чикаго и будет при первой возможности навещать дочь. Никто не мог представить, что он откажется от работы, от пенсии и от родных. Однако у него остался только один ребенок, и он не мог допустить, чтобы дочь у него отобрали. Хрустя штиблетами по гравию, Мазур направился к желтой ленте, которой было обозначено место преступления, и дежурившему у нее полицейскому форме. На противоположной стороне шоссе уже стояли несколько фургонов съемочных групп телевидения. Корреспонденты вещали перед камерами в прямом эфире. Мазур прошел за оцепление, кивнув полицейскому, фамилия которого, судя по нашивке на груди, была Джерико. «Нет ничего хуже, чем работать в День Благодарения», — пробормотал он. За год каждому полицейскому приходится работать в некоторые праздники. Но поскольку Мазур теперь как новенький стоял на самой нижней ступени иерархической лестницы, он вынужден был работать во всем. Это означало, что праздник для него сводился лишь к пятиминутной встрече с дочерью по пути к месту очередной поножовщины. Смерив его взглядом, полицейский пожал плечами, очевидно, не испытывая ни малейшего желания вступать в разговор с чужаком, своим появлением отнявшим место в убойном отделе у кого-то из здешних ребят. «Что поделаешь?» Мазур сделал то, что получалось у него лучше всего, когда он был в ярости. Он улыбнулся. «Будем надеяться, на Рождество нам дадут отдохнуть. Лично я хочу на Новый год побыть дома». «Точно». Улыбка Мазура исчезла, как только он достал из кармана латексные перчатки и натянул их на руки. «Кто прибыл на место первым?» «Я. С трёх ночи тут». Ответил на звонок мужа жертвы. «Откуда муж узнал, что искать её нужно здесь?» спросил Мазур. Она ему позвонила. Сказала, что у неё сломалась машина. Успела назвать последний съезд с шоссе, мимо которого проехала, после чего её телефон отключился. Полицейский сверился с записной книжкой. «Муж жертвы Мартин Санчес». Он говорит, что это его жена. Глория Санчес. «Постойте. Эту фамилию я уже слышал. У них с мужем четыре автосалона. Она постоянно появляется в рекламе. Именует себя королевой автомобилей. Всё время придумывает какие-нибудь хлёсткие слоганы. Эти слова вызвали у Мазура в памяти образ жгучей брюнетки в красном блестящем платье со скипетром в руке, фальшиво распевающей о Рождестве в июле. Где её муж? Сидит в патрульной машине. Оглянувшись на белый с чёрным Крайслер, Мазур увидел силуэт сидящего сзади мужчины, уронившего лицо в руки. «Хорошо. Я сейчас к нему подойду. Были проблемы с тем, чтобы обеспечить неприкосновенность места преступления?» Джерико оглянулся на противоположную сторону шоссе. «Пара журналистов пытались пролезть под лентой, но мы их шуганули. Ай-35, или просто автострада и трасса для жителей Техаса, тянется на север и на юг, простираясь на 1500 миль от Техасского Лоредо до самой Миннесоты. Автострады славятся своими высокими скоростями и обилием аварий. За последние пару месяцев Мазур несколько раз выезжал на место гибели на шоссе, но это были несчастные случаи». «Как она умерла?» — спросил детектив. «Застрелена в упор в грудь». Мазур окинул взглядом бескрайний горизонт оранжево-бурой почвы и чахлых деревьев. В нескольких милях дальше по шоссе была заправка с магазином и парой заведений быстрого питания. Однако на этом отрезке пути жертва была предоставлена сама себе. «Наихудшее место для поломки», — пробормотал Мазур, не обращаясь ни к кому конкретно, и повернулся к Джеррика. «Кто занимается экспертизой?» «Дженни Колхун. Она здесь уже два часа». «Знакомое имя. Дружелюбное, насколько помнил Мазур. Это хорошо. За сегодняшний день с него уже достаточно агрессивно-пассивного вздора». «Когда вы сюда приехали, здесь больше никого не было?» «Только машина мужа». «Глория Санчес ехала вон в том белом седане?» «Не та машина, которую можно ожидать от владельца автосалона». «Да. Спасибо, Джеррика. И в следующий раз будьте менее словоохотливы». «Пока его длинные ноги пожирали расстояние в двадцать шагов до белого седана и колхун, Мазур заметил, что правое заднее колесо полностью спущено. Никаких других видимых повреждений машины не было. Экспертом-криминалистом была высокостроенная женщина со светлыми волосами, заколотыми высокий пучок. За эти несколько месяцев Мазуру уже пару раз приходилось работать вместе с колхун, и он пришел к выводу, что она делает свое дело добросовестно. Не отрываясь от вида искателя фотоаппарата, криминалист сделала несколько снимков. Это дало Мазуру возможность осмотреть то, что осталось от Глории Санчес. Белая блузка жертвы обильно пропиталась алой кровью. Правая рука, лежащая на левом бедре, окольцована тонкими золотыми браслетами, подмигнувшими Мазуру в лучах утреннего солнца. На безымянном пальце в обручальном кольце сверкает бриллиант в четыре или пять карат. С тонкой шеей спускается жемчужное ожерелье, а на полу справа валяется раскрытая черная кожаная сумочка из модного салона. Из сумочки вывалились бумажник и чековая книжка. Каким бы ни был мотив убийства, это явно было не ограбление. Ранение в грудь вызвало мгновенную смерть. Снаружи на двери и слева на шее темнели кровавые отпечатки пальцев. Детектив явственно представил себе, как объятый паникой муж распахнул дверь и пощупал пульс. Стекло в левой передней двери было опущено, однако следы крови на кнопке отсутствовали. Жертва сама опустила стекло перед убийцей. Подняв взгляд, колхун улыбнулась. «Доброе утро, детектив!» Со скрипом растягивая латок, Смазур просунул руки глубже в перчатки. «Как это вас угораздило работать в такую смену?» «Я сама вызвалась. Семьи же нет, можно и поработать». «Вы просто прелесть». «Расскажите, что у вас есть». «Как сами можете видеть, жертва была убита выстрелом в грудь». «Я вижу кровавые отпечатки пальцев». Муж в панике трогал жертву. «Стекло опущено». Совершенно верно. Криминалист сморщила нос, словно он зачесался, затем потерла им о плечо. Муж сказал, что когда он подошел, стекло было опущено. «Жертва доверяла своему убийце», — заметил Мазур. «Здесь в глуши одна, в сломавшейся машине. Какой у нее был выбор?» Колхун показала пластиковый пакет с сотовым телефоном. Это я обнаружила у нее на коленях. Я обработала телефон порошком и сняла несколько отпечатков. Муж дал мне пароль. На экране телефона появилась улыбающаяся Глория Санчес, стоящая рядом с губернатором Техаса. Густые светлые волосы не спадают на плечи. Голубое платье обтягивает изгибы тела. Джеррика сказал, что она позвонила мужу, но связь оборвалась. «Аккумулятор заряжен?» Колхун проверила. «Полностью заряжен. Но в здешних местах связь частенько пропадает. Она кивнула на соседнее сиденье. Там на полу лежал второй телефон. Дешевый, кнопочный. Никаких картинок на экране. Полностью заряженный. Паленый? Палеными назывались дешевые телефоны с предоплаченными сим-картами, которые можно было купить за наличные в любом магазине складского типа. Такое можно выбросить после одного использования, не опасаясь за то, что по нему выйдут на владельца. «Склоняюсь к этому», — Колхун пожала плечами. Мазур изучил телефон. «Зачем миссис Санчи смог понадобиться второй телефон?» «Возможно, это не её телефон. Это машина из автосалона, её сдают на прокат. Возможно, телефон оставил тот, кто брал машину в последний раз». «Вы рассуждаете совсем, как настоящий детектив». Кивнув, Мазур улыбнулся. «Стать детективом — это ещё одна ступенька на лестнице, ведущей меня к должности начальника отдела. Когда станете большой шишкой, не забудьте маленьких людей». На лице криминалиста появилась ответная скупая улыбка. «Вас я не забуду». «Спасибо, шеф». Мазур осмотрел телефон. «Вы проверили его на входящие звонки?» «Было восемь звонков с одного номера». «С одного номера». «Быть может, у жертвы был любовник?» Высказал предположение детектив. «Я скажу так. Она определённо что-то скрывала». И снова Мазур озадаченно посмотрел на машину. Ей было лет пять или шесть. Ни царапин, ни вмятин, никаких-либо других следов аварий. Но никак не одна из тех роскошных машин, которыми торговала Глория Санчес. Она могла бы взять любую, а выбрала вот эту. Мазур выставил большой и указательный пальцы правой руки, изображая пистолет. Убийца стрелял с расстояния не больше двух шагов. Судя по брызгам крови, он стоял вот здесь. Один выстрел. Последнее слово за патологоанатомом. Но я готова поспорить, что пуля разорвала сердце в клочья. Убийца даже не попытался забрать деньги и драгоценности. Возможно, что-то пропало. Муж может знать. На сей день я лежал вскрытый пакет шоколада с арахисом. Рядом валялся смятый, окровавленный чек. На подставке стоял стаканчик кофе на вынос. Чек из местного магазина? Мне потребуется время, чтобы это выяснить. Насквозь промок от крови. Нагнувшись в салон, Мазур потрогал стаканчик, проверяя его вес. Стаканчик оказался полным, следы губной помады жертвы на крышке отсутствовали. «Есть какие-либо признаки сексуального насилия?» спросил детектив. «Я ничего не вижу, но опять же точный ответ даст вскрытие». Дёрнув ручку открытия багажника, Мазур обошёл машину сзади и увидел, что запаска и домкрат на месте. Больше в багажнике ничего не было. Опустившись на корточки рядом со спущенным колесом, теперь стоящим на ободе, он провёл по протектору. Ни гвоздя, ни шурупа. По всей видимости, прокол был совсем незаметный, и жертва проехала по шоссе какое-то расстояние, прежде чем заметила что-то неладное. Прокол такой, чтобы спустила не сразу. Разумное предположение. «Когда вы здесь закончите, нам нужно будет поговорить. Вы знаете, где меня найти». Мазур подошёл к патрульной машине, в которой сидел грузный мужчина с густыми усами и взъерошенными седыми волосами. Он был в серой футболке, перепачканной кровью, спортивных штанах и дорогих штиблетах на босую ногу. Откинув голову на подголовник сиденья, мужчина закрыл лицо руками, стиснутыми в кулаки. Детектив постучал в окно, и мужчина открыл глаза и поднял голову. Какое-то мгновение выражение его лица оставалось растерянным, словно он не мог сообразить, где находится. Затем нахлынуло осознание действительности, сменившее безумный взгляд на хмурую гримасу. «Я детектив Тео Мазур», представился Мазур. Мужчина выпрямился, похоже, он ничуть не уступал шести футом четырём дюймам Мазура. «Я Мартин Санчес». «Глория Санчес». «Это ваша жена?» «Да». «Примите мои соболезнования». Мазур всегда начинал любезно. Он стремился понравиться как свидетелям, так и подозреваемым, потому что людям, даже убийцам, свойственно раскрываться перед теми, кто кажется им другом. «Это какой-то кошмар», произнёс мужчина тягучим техасским выговором. Наклонившись к нему, Мазур чуть понизил голос. «Не хотите рассказать, что произошло?» Мартин Санчес потрогал массивный крестик на шее. «Глория позвонила мне в час ночи. Я уже крепко спал. Она разбудила меня, сказала, что у неё сломалась машина, и попросила приехать за ней. Успела сказать, где остановилась, после чего связь оборвалась. «Что ваша жена делала здесь среди ночи?» «Глория ехала в Лоредо к своей матери, которая находится в доме престарелых. Она ездит в Лоредо по крайней мере три раза в месяц. Вчера в автосалоне выдался напряжённый день, и Глория освободилась только в одиннадцать вечера. Это её машина? Нет. Она ездит на серебристом Мерседесе. Вчера отправила мне сообщение, что её Мерседес на ремонте, и она возьмёт машину на прокат. «Ни в коей мере не хочу вас обидеть, но эта машина старая, неказистая». Печально улыбнувшись, Мазру склонился к окну машины, словно разговаривая с близким другом. «На такой машине могу ездить я, но никак не королева автомобилей». Мартин Санчес оглянулся, было на белый седан, но тотчас же поёжился и отвёл взгляд. «Я не знаю, почему Глория выбрала эту машину. Обыкновенно она берёт модели люкс. Наверное, торопилась, а этот седан просто оказался под рукой. Глория всегда торопится, всегда занята». Он потёр затылок. «Как далеко отсюда до автосалона? Тридцать миль». Окинув взглядом горизонт, Мазру снова повернулся к Санчесу. И так она берёт машину на прокат, останавливается на заправке, чтобы купить шоколад и кофе, и в конце концов оказывается здесь со спущенным колесом. У Санчеса был вид убитого горем мужа, но среди убийц много талантливых актёров. «Я не могу. Не могу взять это в толк». Скорбь и неверие в случившееся, которыми были пронизаны эти слова, показались следователю искренними. И её убили выстрелом в грудь в упор. Пулевое отверстие производит страшное впечатление. Это резкое замечание было сделано сознательно. Мазур хотел вывести Санчеса из себя, поскольку тот, как муж убитый, в настоящее время был главным подозреваемым. В глазах у Санчеса блеснули слёзы. «Я никогда не забуду, как выглядела Глория, когда я подошёл к машине. Столько крови. Это какая-то бессмыслица. Кто-нибудь имел зуб на вашу жену? В делах она была жёсткая. Были те, кто её не любил. Но мне на ум не приходит никто, кто мог бы вот так её застрелить. Это случайное преступление. убийца просто наткнулся на Глорию. Стекло в её двери было опущено. Ваша жена доверяла тому, кто в неё стрелял. Она определённо опустила бы стекло, если б к ней подошёл её муж. Это совсем не в её духе. Глория не из тех, кто доверяет первому встречному. Колесо спустило не случайно. Это подстроено умышленно. Чем дольше я служу в полиции, тем меньше верю в случайные совпадения. В большинстве случаев жертва знакома со своим убийцей. Такое редко происходит случайно. Прищурив чёрные глаза, Санчес провёл ладонью по седой щетине на подбородке. Обручального кольца у него не было. Что вы хотите сказать? У вас с женой были нормальные супружеские отношения? Да. Мазур указал на заскорузлые мозолистые руки Санчеса. Обручальное кольцо вы не носите, тот не отвёл взгляд. Я механик и частенько его снимаю. Оно мне мешает. Я просто забыл снова его надеть. На сколько лет вы старше своей жены? На пятнадцать. Колоссальная разница в возрасте. Для нас годы не имели значения. Санчес вскинул подбородок. У вас были финансовые проблемы? Я хочу сказать, одета ваша жена хорошо, но все её побрякушки это не золото. Я работаю в гараже. Глория занималась продажей и цифрами. У нас бывали и взлёты, и падения. Таков характер бизнеса. Но в последний год, по словам Глории, дела шли хорошо, и у меня не было причин ей не доверять. Сколько телефонов она носит с собой? Санчес наморщил лоб. Один. В машине был ещё один телефон. Вы об этом знали? Мазур кое-что смыслил в жёнах с похотливым взглядом. Бедолага муж узнаёт об этом в последнюю очередь. Я второй телефон никогда не видел. Быть может, он принадлежал не ей. Косматы и брови сдвинулись. Моя жена меня любила. И я её любил. ГРУМ ГРУМ courб и брови г г вы над